После долгой работы и полугодового простоя в холодном неотапливаемом гараже ферма представляла из себя достаточно грустное зрелище. Точнее даже не грустное, а грязное. Все было покрыто пылью, кое-где потекла термопаста. В общем было принято решение разобрать ее и проводить полную профилактику с разборкой всего что можно. Аккуратно ряд за рядом были сняты все видеокарты. Каждый пучок проводов соответствующей определенной видеокарты был связан и закреплен к раме, чтобы потом не путаться. Также была демонтирована материнская плата и ее блок питания. В данном устройстве использованы разные типы видеокарт и я стараюсь в своем видео показать вам разборку и профилактику каждого типа видеокарта. Так друзья, очередная грязнуля, в этот раз Asus'овская GeForce RTX 3060 Ti 8 кигов мини V2. Вот такая вот китайская штучка. Самое интересное здесь есть надпись убрать пленку перед использованием, но уберем после регламента. Так отодвигаем флажочек, снимаем рейзер, такой вот он грязненький, откладываем на чистку и приступаем. Значит, здесь откручиваем винтики. О, подпружинены. Здесь винтики красивые, с пружинками сразу. Здесь нет скам непружинистой, как в Gaming Pro. Так, здесь заднюю планочку откручивать не надо. Легким пошатыванием отклеиваем процессор от радиатора. Здесь, как видим, радиатор медный, тоже хорошо. Один кабель между платой и блоком кулеров. Так, отключаем его. Он с зажимчиком таким. Сейчас посмотрим, что у нас между радиатором и кулером творится. Сколько грязи. Здесь лучше пинцетчиком вот так вот. Если винтики закручены только, начинаете откручивать над рейсом. Так, вот что у нас. Кстати, не очень много грязи. Все, идем мыть. Ну и, естественно, надо открутить плату металлического экрана и тоже почистить. Здесь поменьше винтов, не 12. Как в Gaming Pro. Они более крупные и коротенькие. Ну, здесь не надо было откручивать. Здесь все чисто. На удивление. На всякий случай стряхнем пыль. И спиртиком пройдемся. Так, с этой стороны пленочку снимать не надо. Тоже ее протрем спиртиком от пыли. И монтируем все назад. Так, плату с экраном совместили. На экране выступы, которые вставляются в отверстия карты. Вот, и начинаем закручивать. Винты наживляем. Потом покачиваем. Все встает на место. И тогда уже только затягиваем. Всего 5 винтов. Теперь начинаем сборку. Кладем кабелем от себя. Радиатор трубками вверх. Закрепляем сначала радиатор. Винтики сначала наживляем. До конца сразу не вкручиваем. Чтобы удобно было вставлять винтики в отверстия. Лучше вот так приподнять радиатор. Вставить винтик. А потом уже закручивать его. Чуть-чуть опускаю. Вот так вот. Поставили, наживили. Теперь затягиваем до конца. Закрепляем. Наносим термопасту. Наносим термопасту. Кладем плату. Центрируем ее по отверстиям крепления процессора. Вот так вот. И наживляем подпружиненные винты. До конца закручивать не надо. Только наживляем. Теперь, когда наживили, вот таким покачиванием, чтобы она встала на место. И затягиваем. Затягивать лучше крестом. Крест-накрест. Все. Берем бумажку. Чистим разъемы. Вот. Видно. Чистим рейзер. Тем же способом. ВД. Бумажку в четыре слоя. И вот так вот. Во все стороны. Вот. Видите, сколько грязи. черные все. Все. видеокарты готовы. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok